всем привет из солнечной греции с вами юля и сегодня начинаю снимать видео о моей новой рукодельной недели сегодня у меня суббота 24 октября до 24 октября вот и хочу показать вам процесс который давно у меня не вышивался основные мои процессы другие вы все знаете а вот этот процесс он очень давно у меня уже лежит и хочу показать вам поближе рассказать немножко что то как и так это дизайн фирмы dimension зимней радости набор этот снят с производства уже очень давно но по-моему в этом году выходит перевыпуск я не уверена но по-моему будет перевыпуск в любом случае на тот момент когда я покупала этого набора не было я покупала в магазине клубок желаний вот показываю вам размер основы основа здесь большая работа тоже будет большая работа ну не знаю сложно не сложная вот казалось бы что она очень сложно но вот по этому участку отчитывая могу сказать что работа несложна а дальше посмотрим здесь я уже повышевала полукрестиком и в 3 и в 5 и в 6 сложений и знаете идет очень хорошо девочки выбрали основу которая и плотная но в то же время эластичная и на ней очень очень хорошо вышиваются вот такие полукрестики во много сложений ниточек я в принципе довольно у меня нет никаких нареканий вышивается очень очень интересно вот и покажу вам как он не организованную процесс организованную процесс вот в такую коробку здесь когда-то были конфеты но это коробочка такого хорошего качества что я не могла позволить себе выбросить и и поэтому она у меня прижилась под процессы и вот в частности под процесса от магазина клубок желаний почему потому что планшетки те которые делают девочки они вот знаете прям вот идеально сюда подходят видите под эту коробку либо коробка и вот здесь у меня также лежат картинки тех наборов которые я вышла от девочек это мой ангел я вам показывала недавно отшив и даже уже отшив оформлен на работу и вот такой вот домик тоже очень классный я вышивала но пока не оформлен тоже ждет своего часа вот так как я делаю органайзер для игл вот такая вспененная основа я на нее клею на двухсторонний скотч ключ из набора прям вот крючка приклеиваю и вот так паркую иглы мне очень удобно я так привыкла и знаете нет мне удобно с обратной стороны другого процесса остался с этой стороны вот так вот ну и нитки нитки здесь конечно немножко запутались конечно уже но не так здесь много цвета здесь очень очень интересные богатая палитра я знаю что цвета dimensions очень тяжело подобрать вот но девочки подбирают из трех палитр я уже вышивала работы а4 планшетки внутри 4 и в принципе мне все устраивает знаете я сильно не заморачиваюсь главное чтобы было гармонично все все было хорошо 4 планшетки так не так много 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 правда вот видите какой пучок большой большой пучок не так так то мне а это у меня ключ по бэксичу и французским узелком ну вот моя схема давайте посмотрим я здесь ничего не отмечал вот я люблю так вышивать ничего не отмечать мне все понятно а когда они потом возвращаясь к вышивке а потом ничего не понятно нужно все вспоминать ну а здесь не боли со склеены ну так как здесь я уже забралась к лошадкам я думаю я разберусь и буду конечно же стремиться на этой неделе вышить просто лошадку вот эту ну вот так паса не конечно хотелось бы весь лист но я понимаю что я это все не успею вышить поэтому буду стараться вышивать лошадку вот так вот такая красота у меня должна получиться ну что я отправляюсь вышивать и потом сделаю включение покажу как у меня пошел процесс как я настроилась и какие у меня продвижения всем большой привет сегодня сегодня вторник 27 октября я хочу снять видео с которым хочу вступить в флешмоб я вышиваю мир от оксаны деризы очень интересная тема и я не могла пройти мимо вчера было оксаны прямой эфир к сожалению я не успела и пришла с работы уже под прощание оксаны пропустила всю информацию и потом пришлось пересматривать эфира в записи и хотя и был у меня набор подготовлен но как-то я не уверена была в какой день нужно начинать поэтому пока пересмотрела эфир время прошло и не хотелось просто брать ночью и открывать этот набор хотелось именно снять показать рассказать я этот набор сама еще не открывала поэтому этот момент я хочу сделать все таки на камеру у меня здесь очень интересный наборчик ну на мой взгляд конечно же и я думаю он очень очень подойдет на нашу тему я вышиваю мир это набор фирмы gold коллекция называется мать земля здесь у нас изображена девушка скорее всего олицетворяет дух земли это не ангел нет у нее крылышков и она своим присутствием как бы приносит мир и благополучие всему живому царству можно так сказать здесь все животные находятся в гармонии в дружбе птички поют вот голубь есть у нас здесь пожалуйста вот он голубь мира летит беленький птицы рыбы хищники все все животные находятся в мире и в гармонии и я думаю что этот сюжет очень очень подходит к нашему флешмобу потому что нашей земле действительно нужно наверное сделать не новый старт новый виток чтобы все мы пришли какой-то гармонии не просто чтобы остановились войны и люди утихомирили свою жадность потому что воин это из-за жадности всего малых нужно больше больше земли отобрать и убить и еще что-то чтобы и войны успокоились но и чтобы люди приобрели какую-то наверное мудрость стали также более бережно и заботливо относиться к нашей окружающей среде сколько животных сейчас страдает океаны загрязненные сколько исчезает видов животных каждый день очень много видов животных исчезают конечно если в это не вдаваться то кажется что нет больших проблем на самом деле очень очень большие проблемы и это связано вот именно но я для себя так понимать с человеческой жадностью нефти больше продаем больше зарабатываем больше тратим больше жадность жадность вот поэтому хочется чтобы у нас наверное пришло какое-то понимание больше любви больше наверное какой-то мудрости и просто понимание вот потому что ну сколько материальных благ нам нужно для счастья на самом деле а нам рукодельницам так тем более вот ну ладно это такие философские темы я не буду сильно вдаваться у меня здесь вот такой наборчик немножко историю этого набора это не оригинальный набор данный набор я увидела год назад вконтакте продавался был оригинальный набор я его забронировала хотела сразу я сразу оплатила хотела сделать себе подарок на день рождения но там что-то произошло набор кто-то перекупил в общем неважно я расстроилась но девочка которая продавала этот набор предложила сделать комплектацию из оригинальных материалов то есть здесь ниточки gp codes схема копия оригинальная нитки простите схема оригинальная нитки gp codes и все остальное там тоже должно быть оригинально но у кого копия обложки поэтому нет такой четкости что у нас здесь о обложке можно прочитать значит так дизайн это у нас карл бант если правильно читаю размер работы 41 на 28 сантиметров такая большая работа будет размер ткани наверное 56 на 43 так артикуль 3797 вот и я так подумала флешмоб у нас идет получается два месяца конечно же всю работу я не успею вышить я подумал ну откуда мне начать и я скорее всего начну сделаю расцентровку и начну с снизу вот прям по центру возьму наверное три или четыре квадратика 10 на 10 и буду вышивать вот эту девушку вышью сразу дух земли может быть здесь захвачу ли уледите говорю что уж я сегодня утром заговариваюсь голубя голубя захвачу может быть выше вот этот ореол но животным буду вышивать уже как-то потом я понимаю свои силы у меня свои совместные проекты процессов много вот и за два месяца на максимум наверное я вот такой кусочек смогу вышить дальше буду уже завершать покажу как упакован набор я надеюсь на хватает цвета ну что как бы так сильно сегодня не искала возможности как я буду все организовать кстати нашла только вот такие пяльца уже все последнее последнее что что у меня есть не смогла я открыть набор по-человечески я его все равно здесь как-то разрезала не получилось ну ладно этих упаковок у нас миллион вот так вот так у нас здесь представлены ниточки ниточки все подписаны видите без номеров а подписаны их их цвета так как они идут в наборе и разобраны разобраны здесь планшетки от руки сделаны девочка сама делала вот подписан какому набору так давайте откроем ниточки красивенько все очень хорошо все сделано молодец всего две планшетки кстати ниток здесь немного а там еще внутри да 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 так 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 основа у нас здесь да в грей темненькая 14 что ли надо будет почитать ой большая свайгард свайгард очень-очень большой отрез квадрат что ли у нас здесь надо будет все это померить под рукой метр сейчас меряю простите за шум 55 на 49 значит вот так вот так будем размещать центр найду отсчитаю буду из центра вышивать так давайте посмотрим нитки хорошенько рассмотрим схему что у нас здесь так ниточки ниточки вот они красивые ниточки ездить металлик ниточки джип и каутс те которые используют у нас димэн шанс вот они и вот дополнительные ниточки организовала нам девочка видите подписала все так как делает димэн шанс ну чтобы было ощущение приближенное к оригиналу вот такие ниточки так ну и самое интересное сейчас будем смотреть схему обложка так 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 схема увеличенная и четкости нет ее когда увеличивали ее эту схему четкость потерялась но можно вышивать не смертельно не смертельно на старых скорее всего там была мелкая схема поэтому схему увеличили ну видно все видно ничего разберемся ключ хотела посмотреть что у нас здесь ключом ну да ключ вот такой потому что это из очень стареньких наборчиков ой 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 бэкстич вот я не люблю в старых наборах димэн шанс да бэкстич просто расписан нужно читать я еще английского не знаю ну то что для меня сейчас вызывает сложность вот по первому этапу это конечно же ключ нужно будет сейчас что сделать нужно будет сделать значки подписать на планшетке разобраться со всем столько деталей прописано да вот эта сложность я сама здесь не разберусь мне нужно чтобы не помогал муж почитать и да и сегодня вечером я приступлю повышеваю я надеюсь что я смогу сегодня вечером успеть и организовать и повышевать да задача такая непростая мне непростая как нужно организовать мои мои планшетки что нужно сделать чтобы мне было удобно перевешивать не перевешивать значки рисовать нужно читать ключ чтобы понимать каждый цвет как у нас используется потому что может быть один цвет вы знаете вышиваться и крестом полу крестом поэтому нужно все это читать наверное нарисовать себе сначала ключ со значками возможно я все нитки перевешиваю вот сюда на дубку сделаю ключ как не нужно поскольку здесь у нас цветов давайте посчитаем давайте посчитаем планшетки здесь глаза 24 24 цвета немного цветов поместится на дубку ну наверное так и буду делать в общем вот такая у меня здесь очень подготовка заявка так сказать этот набор я буду вышивать этот процесс нашим флешмобе начну как и говорилось снизу сделать себе расчет начну снизу и потихонечку будем вышивать и буду вам рассказывать как что вышиваются мои впечатления вот на этом у меня все сделаю еще включение может быть или завтра утром или сегодня вечером когда скорее всего завтра утром повышеваю сегодня приду разберусь сделаю себе подготовку и тогда уже утром сниму вам мой прогресс на этом все увидимся в следующем включении сегодня среда раннее утро решила сделать включение показать вам на каком этапе находится мой процесс и вообще мои впечатления первые впечатления этот процесс для меня оказался сложным именно подготовка вот на сегодняшний этап в чем сложность во первых здесь это у нас набор набор фирма dimensions очень старенький и раньше фирма dimensions ключ свой дело вот таким образом нужно нагруппировала значки по стилю их вышивки то есть это крест это полукрест и во сколько сложений нужно все это читать и уже определяться в принципе здесь ничего нет сложного простой английский я могу разобрать и я вчера сидела выписывала для себя прямо на планшетках отмечала каждый цвет здесь подписан отмечала каким значком он вышивается во сколько сложений ниточек но хотя бы схематично просто для себя определиться с этими цветами ниточек какие здесь значки и во сколько ниточек все это будет вышиваться с планшетками я в принципе разобралась пока я оставлю нитки на планшетках с органайзерами для игл пока не разобралась я пока взяла вот такой органайзер от серега мастер но он мне не нравится даже для игл не нравится нужно будет делать что-то свое я подумал как мне все это организовать вот но пока так временно нужно было вчера куда-то парковать иглы но тоже мне это не нравится буду переделывать возможно эти ниточки также перевешиваю я еще не определилась хочу повышевать посмотреть все ли у меня здесь значки еще их перепроверить и возможно оставлю вот так я не очень люблю сидеть и перевешивать нитки вот ну а для игл обязательно нужно будет сделать органайзер нужно будет перерисовать все значки ну посмотрим как у меня пойдет процесс в чем сложность еще вот с этой схемой в том что схема увеличенная и при увеличении цвета некоторые принтер немножечко их стер съел вот например как здесь вроде бы черный но за этим черным цветом кажется фон зеленый и но это должен быть зеленый значок я по схеме смотрела искала мне кажется что зеленый поэтому я отмечала их для себя вот зеленым маркером и такая же проблема со схемой схема из-за того что она увеличенная значки расплылись расплылись есть такие значки которые видно которые грубкая стоят да вот здесь видно а есть такие значки которые очень очень плохо видно причем здесь есть звездочка и черные зеленые синие как это у dimensions да вот если эти звездочки вот так вместе стоят я не знаю их очень сложно определить особенно вечером я вчера сидела сидела пыталась повышевать ну что я здесь вышивала вот сейчас я вам покажу что я вышивать участок схемы с которым я работаю поработала немножко покажу поближе вот видите вот такой небольшой участок схемы я вчера смогла вышить и я вам скажу что это было очень сложно вот значки вот они вот они вот здесь так вот здесь видите сигма и вот такой вот квадратик где то есть плохая печать и вот когда они вместе они начинают сливаться нужно сидеть присматриваться да конечно можно их высмотреть но это очень большое напряжение для глаз вот посмотрите вот омега синяя и вот тут рядом эти все синие значки полустертый нужно очень очень аккуратно их вычленяется находить и вышивать я очень расстроена удовольствие здесь мало не знаю что делать со схемой свяжусь с девочкой где я покупала набор может быть у нее остался скан этой схемы в оригинале не хочу увеличена пусть на вот мелкая но четко чтобы я видела точно какой-то значок но если нет тогда уж придется конечно мучиться как есть но честно вам скажу удовольствие мало схема очень плохая очень это проблема прям для глаз особенно вечером хочется хорошего света он светит бликует на этой схеме нужно присматриваться где эти значки вот есть посмотрите вот тоже такой участок здесь уже группа зеленого цвета значков вот она это сигма вот опять звездочки какие-то крестики пошли вот еще тут значок треугольничек тяжело их выделять они полустертые очень тяжело да присматриваешься их видно но когда вышиваешь не постоянно схему смотришь нужно посмотреть их выделить вышить отвлекаются глаза на зрение наше сосредоточено и на схему на вышивку на схему на вышивку и вот так вот это очень тяжело не знаю не знаю что делать я прям вчера вышивала вот этот маленький участок и хочу вам сказать прям расстроена как я буду работать с этой схемой очень очень тяжело вот так вот такие вот у меня дела но я повышевала один день этот наборчик откладываю видите я нашла кюсна пике все-таки в моих закромах больших всегда можно что-то найти отложу сейчас этот процесс буду его вышивать раз в неделю наверное под под включение Оксаны вместе со всеми буду потихоньку его вышивать и как я говорила в начале я начала из центра для того чтобы идти вверх и вышивать девушку вот так я пойду центр буду вышивать а дальше уже посмотрим что да как ну это я себе так планирую не знаю с этой схемой смогу ли я работать или я сдамся но буду стараться возможно у этой девушки осталась оригинальная схема копия и я себе ее распечатаю буду нормально вышивать еще покажу вам участок вот здесь вот посмотрите ужас ужас видите ничего тут не видно видно ну нужно вот сидите и вот по одному значку просто определяться что это видите не заплатила еще такие деньги да когда не знаешь конечно рискуешь а я еще доверчивая доверчивая вот ну вроде бы нитки джипи коутс по крайней мере так написали но нитки я вам хочу сказать не очень хорошего тоже качество где они лежали сколько лет не известно откуда что я еще по цветам не сверяла но вроде припыленные похоже на нитки джипи коутс но качество тоже такое ужасное вот синяя у меня уже начала рваться при вышивке хотя я вышила здесь вот синим цветом чуть-чуть буквально вышив 300 полукрестиков нитка перетерлась вот такой вот у меня непростой старт ну что ж будем думать будем находить решение но это у меня не все я хочу показать вам мои текущие процессы и немножко рассказать что там так ну а с текущими процессами у меня немножко дело обстоит получше я извиняюсь за мятую основу потому что в пяльцах рабочий процесс вот неожиданно я решила вернуться к моим пионам вы знаете но все таки хочется мне финиша и я взялась за мои пиончики тут поднажала и практически завершила все крестики полукрестики необходимые стежки вот пион с правой стороны один-два готов и вот здесь вот третий у меня должен сейчас довышиваться немножко осталось крестиков и будет у меня бэкстич вот и все и работа будет готова я посидела здесь пару вечерков пару или один я уже не помню ну не важно в общем я здесь повышивала и продвинула мои пиончики вот я надеюсь что сегодня я смогу завершить эту работу ну и конечно же вам потом покажу весь готовый результат стирать не буду буду просто отглаживать потому что вышила быстро снова здесь у меня крашеная чтобы ничего не полиняло вот мне кажется получается очень реалистично очень симпатично ну и похоже с обложкой вот потому что обложка здесь отшив именно дименшинс ну и я конечно же тоже ниточки здесь подбирала уже свои вот этот пион смотрится таким разом таким пятном просто вот кругом да но это из-за того что не хватает бэкстича как только выщется бэкстич все все станет на свои места ну и вот тут тоже пиончик такой не очень четкий понятный все таки видите бэкстич здесь создает именно тот объем передает всю пышность и красоту цветов вот осталось чуть-чуть иду вышивать и дальше вам буду показывать как у меня обстоит дело вот что еще вышивала миробилию еще вышивала не знаю получится мне сейчас принести сюда станок чтобы быстренько вам показать на каком она этапе но постараюсь постараюсь показать сейчас и миробилию так не сама у меня тут получился удачный ракурс но по-другому пока не получается потому что снимаю на скорую руку и нужно будет потом не потеряться в этих кусочках все это смонтировать я все таки успела за эти дни завершить участок с белым и серым цветами все что было я вышила но вот пояс я еще не успела повышевать и я надеюсь сегодня быстренько завершить мои пиончики и сесть за миробилию вот у меня такая неделя получилась все не по плану но ничего работы продвигаются вышиваются и знаете вот хочется хочется миробилии сейчас уделить больше времени потому что финиш уже виден заметен и надо с ней работать у меня настроение появилось и когда есть время хочется ей уделить именно это время больше миробилии но и другие процессы тоже буду как-то планировать все хочется вышивать и знаете на этой неделе у меня получился такой незапланированный сложный старт процесс но будет еще один старт я все-таки соблазнилась у меня завтра день рождения поэтому я решила себе сделать такой подарок и начать еще один наборчик а какой я покажу конечно же ну для вас в следующем включении а для меня это будет завтра вот на сегодня моя красавица выглядит вот так пожелайте мне удачи я за нее берусь и продолжаю вышивать я за нее берусь и продолжаю вышивать в следующем году как я вам покажу вот так вот так ну это все все как Сегодня все так же среда. В Греции национальный праздник, официально не рабочий день. Целый день идет дождь, и мы решили сегодня никуда не идти, остаться дома. И этот день я решила посвятить вышивке, ну и каким-то своим делам. С утра решила заняться моими пионами. Думала, что за пару часов я смогу быстренько завершить этот процесс, так как оставалось уже совсем-совсем чуть-чуть. Но да, в крестиках было немножко, я быстро все завершила, но бэкстича здесь очень-очень много. И приходилось с большим вниманием и концентрацией, конечно же, внимание вышивать весь бэкстич, чтобы идти четко по схеме и не пропустить какую-то линию. Потому что цвета здесь, видите, такие очень нежные переходы, чтобы не сбиться и не пропустить какую-то линию, которая подчеркивает лепесточек, цветочек. И когда я завершила весь бэкстич, уже все выдохнула, думаю, ну все, готово. И уже хотела убрать схему, потом обратила внимание, что есть же еще листочки, их тоже нужно вышить бэкстичем. Довышивала листочки, и теперь уже все. Бегом-бегом показать вам мой результат, мою готовую работу. Ура! У меня получился финиш октября, хотя бы маленький, но очень трудоемкий. И знаете, этот маленький букетик занял у меня очень много времени и моего терпения по подбору цветов, по поиску схемы, по организации процесса. Вы знаете, я для себя делаю еще раз вывод, что я все-таки очень ленивая вышивальщица. Мне нужно, чтобы у меня было все-все-все в наборе готово, бери да вышивай, и чтобы набор был хорошо укомплектован, и не нужно было ничего больше делать, никакие подготовки, чтобы все-все было в наборе. Потому что хочется иметь много процессов, и когда приходит время начать новенький процесс, не хочется тратить время на подготовку. Вот. Ну, с этим процессом, с этим набором у меня так не получилось. Я когда его покупала, думала, что это будет у меня такой легкий набор, материалы хорошие, основа цвайга, цвайгард, ниточки ДМС, я открою, буду вышивать только-только в удовольствии, и не предполагала, что у меня получится немножко вот так. Я напомню для моих зрителей, что в этом наборе неправильно были подобраны некоторые оттенки в ниточках ДМС, и мне пришлось искать им замену, перепроверять ключ, перепроверять нитки, делать замену ниток. Основу оригинальную, на которой я вышивала, здесь нам предлагали 16-й каунт. Ну, я ее испортила, и испортила. Там я сделала первые крестики, начала вышивать, поняла, что что-то не так, поэтому уже она у меня ушла, так сказать, утилизирована. Выбрала я из своих запасов небольшой отрез 18-го каунта, сама покрасила, вот покрасила чаем, получился вот такой винтажный, очень приятный оттенок. Ну и, как вы понимаете, сделала полностью-полностью свой подбор. Раз, ну, свою покрасила, все, ниточки подобрала, разобрала, долго очень сверяла, несколько вечеров потратила на сверку этих цветов. Сомневаешься всегда. Это очень такой сложный момент. Ну и перед вами то, что у меня получилось. Нежно, красиво, романтично, маленький, но очень-очень такой милый получился сюжет-дизайн. Я рада все-таки, что я взялась за него, проделала всю эту сложную работу по подбору ниток, иначе этот набор так бы и лежал, и я не знала бы, что меня ждет. А так взялась уже и преодолела все сложности, и вот такой вот красивый букет рассвел на моей основе. Шикарно смотрится, особенно на камеру. Камера выгодно подсвечивает все цвета. Мне все очень-очень нравится. Красивый букетик пионов. Отправляется в мою копилочку вышитых работ. К сожалению, да, не оформится. Ну, что делать? Будет меня... Он меня уже порадовал. Сейчас порадовал своей красотой. Процесс, конечно, был немножко для меня утомительным из-за всех этих перипетий. Но теперь, когда вышивка готова, конечно, хочется любоваться, смотреть и радует-радует результат. Когда-нибудь, я думаю, что многие из моих работ из рулона, когда-нибудь они оформятся. Ну, а пока просто вот готовая работа нас порадовала. И это у меня девятая готовая работа этого года. Есть финиш в октябре. Ну, октябрь у меня больше богат на старты. Но надо стараться в ноябре, в декабре, также выдавать еще и финиши, не только старты. Нужно еще и делать готовые работы. Есть у меня в планах несколько работ, которые я буду вести к завершению. Ну, а об этом, наверное, поговорим с вами в итогах октября. Которые уже скоро совсем буду снимать. А сегодня я хочу еще сделать подготовку еще одного нового процесса. Но потом сяду разбирать ниточки. Очень много у меня собралось ниточек, которые я просто ленюсь разобрать на бобинки и разложить в коробочке. А сегодня хочу это сделать, пользуясь вот таким прекрасным выходным. И не переключайтесь, идем начинать новый процесс. Итак, сегодня я хочу сделать подготовку к новому проекту. У меня завтра день рождения. И я решила подарить себе новый старт. Давно я мечтаю начать вот этот наборчик фирмы Панна. Это у нас оберег. Называется «Власть, могущество, знание, свобода». Очень интересные дизайны у Панны. Вот эта серия. Я вышивала оберег домашнего очага. Оформила, висит, очень нравится. И у меня есть в моих запасах еще несколько наборов из этой серии. Это подарок был. И вдвойне, втройне будет приятнее вышивать этот набор. Размер готовой работы 30,5х30,5 см. 147х147 крестиков. Используется три цвета. Дизайнер Наталья Младецкая. Вот такой у нас здесь наборчик. Я уже убрала, конечно, упаковку. Все. Так, что у нас здесь? Ой, какие коты, обнимашки симпатичные. Красивенькие. Так. Основа. Я не буду вышивать на Аиде. Но для других процессов мне, конечно же, пригодится. Я вообще люблю вышивать на Аиде. А для моей вышивки я буду использовать Линду 27 каунта. Беленькая такая, очень хорошая, приятная. Да, работа будет чуточку побольше. Но это не проблема. Главное, чтобы было приятно вышивать. И было все очень интересно. Так, здесь у нас инструкция. Я, конечно же, осоветуюсь, осоветуюсь. Интересно сказала. Ознакомлюсь с инструкцией. Ознакомлюсь, все почитаю. Вспомню, как нужно работать с ниточками меланжевыми. И есть у нас здесь металлик. Вот. Посмотрите, какая красота. Не так хотелось повышивать вот этими меланжевыми нитками. Поэтому я долго думала, долго думала. Этот наборчик все держала на винном месте. Поглядывала на него. Не могла никак решиться. И вот на этой неделе приняла решение, что нужно вышивать. Потому что раз мне так хочется, есть настроение повышивать. Эти дизайны вышиваются легко, интересно. И буду брать по настроению тоже вышивать. Чего ему лежать. Пусть все вышивается. Если есть настроение, пусть вышивается. А если нет настроения, буду откладывать. И пусть лежит. И ничего страшного. Вышивка должна приносить только радость. Вот. Вот, вот, вот. Такая здесь красота. Схема. Ну, я думаю, ни для кого это не новинка. Многие из вас вышивали. Многие из вас наблюдали за отшивом. И знаете, как выглядит эта схема. Очень все просто, понятно. Я в предвкушении. Но сегодня я не буду делать ни одного крестика, полукрестика. Все начну завтра. Сейчас я просто подготовлю основу. Вырежу. Сделаю необходимую разметку. Ну, разметку ниткой. Определю просто центр. Как я умею делать, рассчитаю с центра вниз и вправо. И начну с нижнего правого угла. Начну вышивать вот узор, бордюр. Потихонечку пойду вышивать. Вышивать буду на пяльцах. Нашла я у себя еще одни маленькие пяльца. Поэтому, yes, старт будет. Вот. Ну, все. Что здесь еще у нас? Больше мне вам нечего показать. Так как здесь всего три цвета. Особой организации не нужно. Просто нужно подготовить основу. Вот такой у меня новенький старт будет на этой неделе. И завтра я встану пораньше. Сделаю первые крестики. Вечером, наверное, не смогу вышивать. Но вот втрах хотя бы 10 крестиков я сделаю. Ну, и в конце недели покажу все-все мои процессы. Всем привет. Сегодня суббота. Едем по делам. Остановились в такой местности, где есть элеонос. Элеонос это лес из оливковых деревьев. И сейчас идет сбор оливок. Ну, мы остановились на 5 минут. Немножко прогуляться, полюбоваться всей этой красотой. Не знаю, как я смогу передать вам картинку. Покажу еще вот напротив. Горы. И на горах стоят ветряные мельницы. Но это для электричества. По-русски не знаю, как уже называются. Надеюсь, вам видно. Они издалека кажутся такими маленькими. Но на самом деле это очень-очень большие, такие высокие конструкции. Вот покажу вам поближе. Оливковое дерево. Они вот такие невысокие. Их постоянно обрезают, чтобы можно было собирать оливочки. И вот посмотрите, вот они. Оливки. Видите, какие? Соберут их и сделают для нас вкусное, полезное масло. Вот они. Сегодня 31 октября. Последний день октября месяца. У нас 23 градуса. Очень тепло, потому что идет южный поток воздуха. Здесь очень зависит от направления ветра. Либо северный, либо южный поток. Ну вот сейчас южный поток. Солнечно, очень тепло. Очень проехала машина. Очень хорошая погода. И мы едем по делам. Но заодно остановились немножко полюбоваться красотой природы. Смотрите, какая оливка. Маленькое дерево. А сколько много плодов у нее. Видите? Не могу к ней подобраться. Там трава внизу. Не пройдешь. И оливковые деревья высаживают на большом расстоянии друг от друга. Так положено. Чтобы был хороший сбор урожая. Вот такая красота. И оливки всегда высаживают, чтобы рядом было море. Здесь в нескольких километрах, конечно, есть море. Мы туда сейчас тоже доедем. Попьем там кофейку. Я сделала еще включение. Вот. Здесь очень-очень большая площадь высаженных оливковых деревьев. Такая красота. Также проехали хлопковые поля. Я сорвала три цветочка хлопка. Потом покажу вам. Вот. 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 еще интересный факт что оливковые деревья могут расти веками 100 200 300 400 лет ну вот этого дерева наверно лет сто только серую токсеру вот этому дереву наверно лет сто не самая старая сейчас давайте найдем есть какую-нибудь старенькая поставлю пешка пьян рупын и 3 окошь яйтон у меня мы галерий за эти тени авто и трякова шелез вот этому дереву кости говорит ему лет 200 здесь такой ствол широкий говорит что есть деревья больше тысячи лет после хранон борина земля или объемы скинятых планеты вот говорит что оливковое дерево живет две с половиной тысячи лет примерно то есть такое бессмертное его просто обрезают чтобы оно было ухоженным от верхушку боковые срезают а ствол остается стол растет шире такие красивые деревья тени ухоженные маленькие красивенькие здесь так уютно всегда рядом с оливковым деревом находиться вот это мне очень нравится пушистенькое какое на красота птички поют солнышко так приехали к морю погода сегодня теплая хорошая погода и приехали к морю сейчас где-то сядем попьем кофе вот там дальше есть кафешки мы отъехали припарковаться ну и заодно здесь я хочу показать вам вид как красиво вот лодочка уходит за на рыбалку за рыбой здесь очень много рыбаков частники у всех такие есть лодочки у рыбаков выходят ловят рыбу и продают частным образом мы тоже часто так покупаем кладешь в морозилку и потом можно кушать солнышко уже потихоньку садится покажу вам какие домики вы не увидите но вдалеке как строить здесь деревеньки вот такие вот деревеньки недалеко от моря рядом с горой на возвышенности гор вот так вот строят пахнет морем и конечно же сам звук очень успокаивающий так это уже другое побережье другой пляж сюда приехали уже прогуляться хочу показать вам вид пляжа ну сейчас здесь людей нет потому что здесь только дачи очень мало людей живут на постоянной основе и поэтому все закрыто ну посмотрите как красиво пальмочки очень люблю пальмы вдоль вдоль всего пляжа опять же море любимая лодочка стоит немножко прогуляемся ничего покажу вам местные пейзажи местные красоты солнце садится но сегодня очень хороший день тепло нет никакого ветра нет сырости нет влажности солнечно а вот здесь вот смотрите горный массив так пахнет морем есть такой песочек дашь песок и мелкая мелкая галька думала ракушничек нет но это галька мои пальмы любимые красота хочется прям так искупаться и можно вода теплая кстати мы видели людей которые купаются теплая вода можно в принципе и купаться мы в такое время не купаемся такая лейка сейчас самое идеальное время показать вам всю природу нет музыки нет машины нет людей можно все все показать вот такая вот здесь кафешка летние приятно пить кофе после 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 моря а это шелковица их вот так высаживают деревья каждый год подрезают вот эти ветки молодые и каждый год они вырастают это прям по по всей Греции службы государственные работают делают всегда обрезку шелковиц и очень часто их высаживают потому что они хорошо создают тень прохладу растут в принципе эти ветки быстро вот смотрите тоже место где можно летом загорать отдыхать ну все дальше не пойду буду возвращаться немножко вам солнечного привета а ну я кости привет передавай привет 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 всем привет сегодня 1 ноября воскресенье и сегодня я хочу снять заключительное видео по моей рукодельной неделе которая получилась абсолютно не по плану но была очень разнообразная и интересная ну и почему так прошла очень быстро и я мне кажется я очень мало всего успела сделать декором сегодня будет выступать вот такая ветка оливы с именно с той рощи и леонеса который я вам показывала я себе привезла вот эту оливковую веточку для интерьера итак процесс который я хочу показать вам первым это зимние радости дизайн дименшенс но в моем случае это сборка от фирмы клубов желаний покажу вам еще раз картинку сама картинка у меня почему-то немножко поменяла цветность может быть из-за сырости не знаю у нас же здесь бывает влажность иногда но вот почему-то она немножечко изменила свою цветность ну в принципе вы знаете о каком процессе дизайне идет речь и вот то что у меня получилось хотела вышивать этот процесс первым и планировала и вам показывала его сразу в начале моей рукодельной недели но потом знаете пошли старты и вот все знаете пошел все пошло не по плану начался сумбур и вот этим процессом я вышивала занималась только вчера и совсем совсем чуть-чуть потому что мы вернулись поздно и что я здесь успела вышить ну вот буквально здесь лошадку чуть-чуть повышивала лошадку каких-то 300 400 может быть крестиков я расстроена своим результатом по данной вышивке и поэтому мою следующую неделю уже в ноябре я буду начинать обязательно с этого процесса пока не вышлю полностью вот этот лист схемы прямо другому процессу приниматься не буду вот видите я сейчас вышла вот так лошадку тут чуть-чуть у меня уже есть вышито вышить нужно совсем чуть-чуть чтобы завершить этот лист я думаю это будет честно по отношению к этому процессу процесс мне очень нравится вышивается легко ну вот я не понимаю почему то только приступаю к этому процессу что-то происходит переключаюсь и вот не могу никак настроиться на данную работу вот и ставлю прям себе цель план номер один и на следующую неделю заняться и продвинуть этот процесс вышить вот маленький кусочек что здесь вышивать работа легкая и мне очень очень интересно вышивается работает я не вижу никаких проблем никаких трудностей но вот тем не менее да что есть то есть ну вот бывает иногда так нужно просто настроиться вот это мой процесс который он не вышивался но я надеюсь что все таки справлюсь с этим процессом дальше что у меня еще было так пробежимся вышивала миробилию не буду сейчас тащить этот станок большой просто напомню вы уже видели видео что я вот вышила полностью юбку добралась до вот этого маленького поясочка дальше я не продвинулась больше я ничего не вышивала вот но миробилия была в этой на этой неделе и очень хорошо она тоже продвинулась дальше быстренько быстренько пробежимся по работам по процессам дальше финиш напоминаю состоялся у меня финиш причем очень для меня приятный радостный хотя бы один финиш но в октябре все таки состоялся это мои пионы вазе красивая милая работа маленькая работа ну конечно же это же мини дизайн и gold коллекции вот такие вот пиончики в принципе я довольна своим подбором за исключением наверное одного все таки цвета его нужно пересмотреть но в целом получилось очень очень даже гармонично мне нравится есть недочеты и я не спорю есть ошибки но знаете столько времени я потратила на подбор на процесс было было конечно тяжело больше исправлять ничего не буду в принципе мне нравится и опять же повторюсь я вижу вот этот цвет один цвет который мне не очень нравится то что я подобрала но в целом гармонично все хорошо нет пятен нет вот прямо совсем таких сочетаний цветов которые вы сильно бросались в глаза целом картинка получилась гармонично цветы красивые живые реалистичные вот основа у меня окрашенная чаем вот такие вот меня получились пиончики вот так красота пиончики дальше дальше мне состоялся старт не запланированный старт но я очень давно хотела вышить этот набор этот дизайн от фирмы панны у меня есть вышитый вот этот домик оберег домашнего очага в запасах есть сердечко точно по моему были лошадки я уже не помню знаете сколько наборов уже я не помню что мне точно есть но сердечко точно есть я его видела недавно но этот процесс этот набор точнее я его уже давно вытащила из коробки у меня лежал на видном месте я все вокруг него как леса крутилась крутилась ну ну как же мне тебя начать как вот мне себе найти повод а тут такой повод день рождения конечно же нужно начинать такой красивый оберег и мне хотелось повышевать вот именно меланжем что-то вот знаете такое типа сэмплера но не совсем большую не совсем сэмплер на я не знаю этот оберег считается сэмплером или нет не знаю ну в общем мне чего-то такого хотелось сама не знала чего как вам у нас у женщин это бывает и этот наборчик самое самое то здесь у нас три цвета ниточек вот такой глубокий синий прекрасный интересный меланж и серебряная такая ниточка в металлик серебряная ниточка в металлик вот три цвета и я я приступила и я приступила вечерком уже было поздно ну думаю сделаю хотя бы 10 крестиков и знаете меня так захватил этот процесс я вышивала 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 потом смотрю на часы а уже за полночь а я все сижу со своими нитками ну и пришлось остановиться дошить до какого-то логического момента припарковала вот ниточки дальше мне не помещалась и все и отложила этот процесс очень приятно мне все так нравится как вышивается эти меланжем и синим ну вы знаете вот пришелся этот дизайн просто мне сейчас в тему настроение попал классно вот вышиваю я меланжем закрываю каждый крестик пока еще не придумала как мне здесь нужно цвета расположить ну решила сделать так светлым здесь так как у нас уголочек темники у меня получился поэтому я теперь иду в обратном порядке вышиваю светлым к темному а здесь было наоборот от темного к светлому вот так но и бэксич когда я не буду вышивать и начну здесь темным и пойдет светлым чтобы был контраст чего-то я себе так придумала дальше будем смотреть что у нас получается здесь и кстати не так здесь мы видим и крестики вот он уголочек и крестики темным и бэксич темным и также потом все светлым но я хочу сделать контраст попробовать как это получится потом у меня была еще идея знаете как мне не очень понравилось брать вот тогда здесь один же кончик идет пасмой светлые а другой темные брать и складывать ниточку светлого ниточку темного вот так и вышивать ну что-то очень сильно контрастно мне не понравилось прям как бленд просто не меланша бленд вот пока вышиваю вот так все очень нравится прям прям такой процесс настроение очень в тему очень нравится будет потихонечку продвигаться как идет так идет знаете по настроению если настроение будет она у меня сейчас на этот набор очень настроена я только его сейчас и вышивала но так не получится у меня совместные проекты у меня плюс еще один флешмоб в общем рукодельная жизнь кипит времени не хватает но мы не сдаемся еще один процесс еще один процесс не простой процесс это вот мой знаете моя головная боль так с данным процессом я вступила в флешмоб оксаны деризы мы ушиваем мир мать земля вот такой чудесный дизайн где дух земли под свое лоно обнимает прикрывает все всех животных все живое и вот он наш голубь мира вот птица прилетела почему я думаю что это дух но я так себе думаю потому что нет крылышков это не ангел вот называется мать земля ну наверное эта девушка выступает в роли духом матери земли как-то так вот которая всех нас примеряет всех нас под своем крылом согревает дает нам жизнь вот такой красивый интересный дизайн также я говорила что так как процесс проекты по срокам небольшой я буду стараться вышивать только эту девушку вот так буду идти вверх снизу подниматься вверх и вышивать только девушку что получится то получится и я вам показывала уже жаловалась что у меня здесь на вышивалась что получается вот вышивалась у меня всего лишь вот сегодня под под прямой ферракса на деризы буду продолжать здесь бороться со схемой буду продолжать вышивать схема напомню что с ней здесь вот что она вся расплывчатая и очень плохо видно значки поэтому приходится сидеть прям их высматривать и знаете вот вышиваешь когда полукрестики крестики если один пропустишь потом возвращаться делать закрепку для одного очень сложно меня это расстраивает но все можно победить будем потихоньку вышивать тут же нам оксана такую задачу сложно поставила вышить мир наверно вот так вот процесс и начался сложно мы будем вышивать всем мира всем любви всем счастье и самое самое главное здоровья будьте все здоровы вот такие у меня здесь дела процессы в кадр все не помещается но как есть все вот вам показала что не получилось что совсем не получилось совсем у меня не получилось поработать с анкором мои моя как же называется деревенский канал процесса деревенский канал вот ему времени совсем не досталось очень жаль скучаю ну вот не знаю что получится на следующую неделю как я говорил обязательно будет вышиваться у меня в первую очередь это зимней радости буду прямо вот все время ему уделять а дальше что получится по времени и что у меня будет идти по настроению тогда я буду брать по настроению не буду себе сейчас планировать все все процессы что будет вышиваться я не знаю у меня пока нет каких-то предчувствий на что меня может потянуть меня я думаю может потянуть на пану у меня сейчас есть настроение вышивать и мой оберег и я думаю может потянуть меня на золотую руну на охоте вот пока такие у меня предчувствия но что получится на следующей неделе я вам все покажу все расскажу буду конечно же снимать стараться снимать какие-то подставки включения делиться с вами своими рукодельными буднями что происходит буду стараться снимать влоги ну все на этом желаю вам хорошего настроения до новых встреч всем пока пока и